Мы с вами будем тестировать набор, который создавался для художественной росписи. Набор тонкие изящества линий. Художка это уникальная вещь. Она любит колонок. Теперь я хочу вам показать, как с помощью обычного колонка можно сделать такую же самую работу. В зоне кутикулы аккуратненько распределяем материал. Любой материал видно? А потом вот такими движениями стягивая кисть только в одном направлении. Набираем цвет поэтапно и вводим его навстречу. Пока сейчас вот у меня не высохнет, я вам расскажу про наличие второй кисти. Что она дает? Кисточка по размеру отличается друг от друга очень интенсивно. А еще она отличается по толщине и качеству ворса. Также можно рисовать и лепестки, и тени, и все-все-все-все-все. Вытираем кисточку и растушевываем то, что мы нанесли. И вот вам, пожалуйста, скошенный френч с подтенением, да, например. Или высветляем обратную сторону. Я набираю на эту кисточку светлый цвет. Выкладываю с другой стороны. В данном случае я кривой краской работаю. До конца я не буду оформлять. Я просто вам хочу показать качество, которое эта кисточка может сделать. И даже при наличии тонких линий, она в себе держит очень много влаги. А значит, способна рисовать и длинные, тонкие линии. И если вы делаете нажатие, например, ведете, 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 потом присели, получается толстая линия. Видно? С гель-лаками сможет работать идеально, потому что это ворс, колонок. Мягчайший, замечательный. Он настолько клево оставляет весь материал на работе, что это прелесть. Кисти подобраны таким способом, что они могут работать с чем угодно. В техниках художественная роспись. И также для работы с гель-лаками и гелями. Потому что это мягчайший колонок.